Максим Мишенко 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 который касался, прежде всего, экономики Приднестровья. Огромный потенциал здесь есть сельскохозяйственный. Здесь земля, чернозем около, как со слов Анатолия Владимировича, около 80 тысяч гектар. Здесь уникальная когда-то была система орошения. Здесь Днестр, здесь вода. В нынешних условиях сельское хозяйство без полива – это рискованное капиталовложение. Если здесь отладить и восстановить ту старую советскую систему мелиорации, а есть уже новые системы капельного полива, когда дозировано подается влага в почву и добавляется туда еще и удобрения параллельно, то, конечно же, Приднестровье можно сделать просто процветающим регионом. Я бы очень хотел, чтобы в ближайшие годы ситуация у людей, которые здесь живут, изменилась. Чтобы люди стали больше зарабатывать, чтобы сюда ездили, приезжали работать, а не уезжали отсюда. Это политика России. Понимаете, я лично воспринимаю Приднестровье как русское вандей, то есть некой такой крепостью, уголком, островком российской культуры здесь, на этой территории. И мне бы хотелось, меня очень беспокоит то, что эта крепость начала пустеть. Да, стены без солдат без смыслов. Стены есть, но даже я бы не сказал про солдат, стены без людей – это ничто. И, конечно же, если люди будут отсюда уезжать, это будет негативно сказываться и на имидже России, потому что мы должны, я абсолютно убежден, всячески поддерживать этот регион, помогать ему развиваться, потому что здесь живут наши граждане. Вообще, я считаю, мы единый народ. Вот так сложились исторические обстоятельства, что мы разделились. Вот. И я бы очень хотел, чтобы Каминский продолжил политику Смирнова. И, на самом деле, я, конечно, очень благодарен действующему президенту за то, что он сохранил… Я просто проехался по городу, увидел церкви, увидел лозунги, плакаты, то, что он сохранил, в общем-то, культуру и отношение к России, которая, к сожалению, на постсоветском пространстве меняется. И мы должны делать выводы в России, мы должны менять свою политику, прежде всего по отношению к нашим, скажем так, когда-то были единым государством, а теперь к нашим осколкам той великой империи, которая, на самом деле, не с Советского Союза началась, а гораздо раньше она появилась на свет. Все равно мы, в общем-то, у нас единый ареал обитания, единое прошлое, я думаю, будет единое будущее. Мы должны работать над тем, чтобы оно было правильным, и чтобы люди, прежде всего, которые живут, чтобы они, которые пережили очень много, мы вместе побеждали Великой Отечественной войне, чтобы люди жили достойно. – Максим, вот первый раз с Приднестровской молодежью ты познакомился в 2008 году. – Да, вот здесь вот недалеко, чуть ниже по течению, у нас был лагерь с молодежным движением «Прорыв». – Да, когда Россия молода, и «Прорыв» создали молодежный лагерь по противодействию наводнению. – Я, кстати, второй раз, когда сюда приезжаю, мне очень интересно наблюдать, когда здесь было наводнение, вот здесь на пляже были видны только грибки. – Да, верхушка грибков. – Да, а сейчас я вижу пляж и людей отдыхающих, это как-то непривычно. У меня-то в памяти остался тот разлившийся Днестр, который, в общем-то, поглотил большую часть территории. Я помню, как здесь женщины переходили через вот эти мешки, которые мы выкладывали, в общем-то, перевозили свои коляски. Это очень здорово, то, что у нас тогда началась наша дружба, и то, что «Прорыв» первым осуществил прорыв взаимоотношений с молодежными организациями России, это на самом деле очень важно. Я бы хотел отметить еще, что здесь большое количество организаций, с которыми мы сейчас выстраиваем отношения, это организация «Лутичи» и образованная патриотическими организациями молодежное движение «Молодое Приднестровье». Очень хорошие ребята, они приезжали к нам в Кострому, в наш лагерь, в движение «Россия молодая». Сейчас горят желанием создать здесь отделение движения «Россия молодая». И, конечно, если такое желание у многих людей есть, то мы свое согласие дадим и будем всячески поддерживать. Здесь были представители «Молодой гвардии», которые мы, когда сегодня встречались с Каменским, договорились как раз с депутатом областного совета Тюменской области. Там очень развито движение студенческих отрядов, со всей России туда едут. И мы говорили о том, что было бы здорово сделать определенную квоту, чтобы едет студенческий отряд из 30 человек. 2-3 человека добавляются, ребята из Приднестровья. И они вместе работают на севере, Ямал-Ненецкий автономный округ, где добывается 90% российского газа, Тюменская область, Кантамансийский автономный округ. Это действительно интересные места, и было бы здорово, чтобы наша молодежь, совместно работая, реализовывала какие-то проекты. Если здесь изменится экономическая ситуация, и мы, наконец, увидим изменения, прежде всего, сельскохозяйственной политики, то я думаю, что было бы здорово восстановить те советские студенческие отряды, когда ребята приезжали на уборку фруктов, овощей сюда, в общем-то, винограда. Это очень здорово и правильно. Мы должны ориентироваться на экономический рост наших территорий, именно взаимную поддержку. Конечно. Ну вот, сегодня ты примешь участие в работе съезда Народно-демократической партии «Прорыв». По своему возрастному составу это, наверное, самая молодая партия. Ты общаешься здесь в целом с молодежью. Какой бы мог быть твой посыл, обращенный к молодым людям Приднестровья, к молодым гражданам Российской Федерации, к молодым соотечественникам России? Ну, в общем-то, мне сложно давать какие-то советы и посылы. Когда я сегодня пробежался с ребятами и девчонками из Приднестрова, я увидел их жизнерадостные лица. Я думаю, что впору многим из них давать советы нам, в общем-то, в России, потому что, ну, не знаю, может быть погода, может быть близость замечательной реки Днестр. В общем-то, все равно я вижу, что ребята и девчонки с оптимизмом смотрят в будущее. И мне бы просто хотелось, в общем-то, обозначить один посыл. То, что, ну, на самом деле, для нас очень важно осознавать то, что мы одна часть, ну, то есть мы составные части одного большого русского народа, русской цивилизации, что у нас одна общая вера православная, и что наша задача сделать так, чтобы у нас было и общее будущее, чтобы нас не разорвали на части, не растащили по углам, чтобы мы были единым народом, достойным своих предков. Ну, и, конечно же, я думаю, что мы будем работать и сотрудничать с молодежными организациями. В общем-то, я бы хотел обратиться к молодым людям из Приднестровской Молдавской Республики, и в России считают, что все люди, которые живут здесь, это наш единый общий народ, и в любое время вы можете приехать в Россию в гости к нам. Мы с огромным радушием примем, постараемся помочь. У нас мы периодически это делаем, мы налаживаем связи, но нам бы хотелось, чтобы количество этих связей росло, и людей, которые едут сюда и обратно, молодых людей, потому что молодость – это время, когда нужно смотреть мир, когда нужно учиться, чтобы поток увеличился. К сожалению, вот я сейчас видел даже здесь внизу, молодые люди сидят в игровых автоматах, в мекерской конторе. Это, конечно же, от того, что не хватает рабочих мест, не хватает усилий по организации молодежной политики. В России тоже много проблем. Я не хочу, чтобы воспринимали это как поучения какие-то, даже, может быть, больше, потому что территория больше, народу больше, и, может быть, они более гипертрофированные, и молодежь более развращенная, чем здесь. Это надо признать. Отдельные категории, особенно в крупных городах, особенно там, так называемые дети и богатых родителей, буквально недавно произошел опять инцидент с сыном Бондарчука. Это, к сожалению, есть. Но я бы хотел сказать, что нам нужно трудности, которые стоят перед нами, преодолевать вместе. Если мы будем чувствовать плечо друг друга, то нам будет намного легче построить дальше свою жизнь, проложить свою дорогу в будущее, устоять в этом стремительно изменяющемся мире, в котором, я уверен, абсолютно будет очень непросто нам выжить, потому что история, там, война народов, как говорили классики, и, естественно, никто просто так не будет смотреть спокойно на такую территорию. Столыпин, по-моему, говорил, «Дайте нам 20 лет, и вы не узнаете Россию». Но, мне кажется, он был немножко наимным человеком. Никто никогда вам 20 лет не даст, ни секунды не даст никто, потому что так устроен мир, жизнь – это борьба. И в покое никто никогда Россию не оставит, и предустрою тоже мы должны это понимать. Поэтому посыл один – надо готовиться к борьбе, к борьбе за свой народ, за выживание своей культуры. И я думаю, что мы в этой борьбе будем вместе. Ну, мы так и создали здесь движение в прошлом году, межпартийное, вместе с Россией. И вот этот концептуальный момент, он действительно важен для всех преднестровцев, в том числе и для молодых людей. И мы очень благодарны относительно того, что в сложном депутатском графике ты нашел это время приехать сюда к нам, поддержать нас, высказать какие-то вещи, которые для нас могут служить своеобразным таким. Ну, есть такое выражение «сверим часы», как говорится, по вопросам социально-экономического и политического характера. Поэтому будем двигаться только вперед и только вместе. У нас была программа «Разговор на чистоту без цензуры». В гостях был депутат Государственной Думы Российской Федерации, лидер молодежного движения «Россия молодая», друг Приднестровья Максим Миченко. Максим, спасибо. Я бы хотел добавить, что прорыв – это одно из самых ярких движений Приднестровья, но количество симпатичных девушек иногда вызывает подозрения. Спасибо, Максим, и за ремонт. Продолжение следует...